В этом видео вы увидите запрещенное бесплатное отопление дома. Температура обогревателя больше 80 градусов. Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Анриэл. Добро пожаловать на канал запрещенных технологий. Обязательно ставьте лайки и делитесь этим видео. Ну а сегодня вы увидите бесплатное отопление дома. Сегодня я вам покажу обогреватель, который не покажут в школе и не продадут в магазине. Его можно сделать лишь своими руками. Об этом как раз таки и пойдет речь сегодняшнего видео. На просторах интернета я нашел видео о последовательном подключении лампочек. Из чего мы можем сделать инфракрасный обогреватель из лампочек. Каждая лампочка может быть достаточно мощной. И при этом включая их последовательно и используя диммер, мы можем управлять этим обогревателем. И следовательно, потреблять это устройство будет в несколько раз меньше, чем обычный обогреватель, который питается электричеством. Но температура при этом будет достаточно большая. И что самое интересное, друзья, по этим обогревателям, что вам никто никогда не скажет действительно какая эффективность у обогревателя. Вы можете купить обогреватель мощностью 2 кВт, а тепла он может выдавать гораздо меньше. Потому что КПД и все прочее, и следовательно, никто вам не гарантирует, что именно 2 кВт вы получите тепла. Ну а эти обогреватели достаточно интересные. Но вопрос в том, насколько они эффективные. И в скором времени я попробую тоже сделать такой обогреватель и посмотреть его реальную эффективность. Потому что, возможно, кондиционер в режиме отопления может быть эффективней этой установки. Но это еще не точно. Так что нужно все проверять. А теперь давайте приступим к просмотру ролика. Приветствую. Сегодня хочу поговорить о инфракрасном обогревателе. Пришла мне такая идея в голову, просматривая все вот эти альтернативные источники обогрева. И думаю, собрать бы такой. Потому что потребление в итоге получилось невысокое, 250 Вт всего. Эта штука потребляет в использовании в конструкции 6 галогенных ламп по 2 кВт. Полезная площадь, как вы можете заметить, высокая получилась. Но можно сделать выше. Есть лампы существенно выше, по 2,5 кВт, а по 3 кВт. Методом умножения последовательным соединением. То есть можно увеличить полезную площадь, вставляя еще большее количество, по мощнее ламп. То есть 2,5 кВт можно еще 2 вставить, ну 4 максимум. Потому что интенсивность излучения инфракрасного полезного будет падать. И это вы каждый для себя сам можете купить и проверить, экспериментально выявить для себя необходимую мощность этого обогревателя. Значит, 250 Вт у него потребление непрерывного. Еще вдобавок, это можно регулировать потребление, я купил на Алиэкспресса, вот, шим-контроллер. Он неплохой, стоит своих денег, он рублей 500-400 стоит, где-то вот в таких пределах. Плавность у него регулирования очень хорошая, высокая, качественный товар. Сам он в таком кофе защитном, там, тиристор или триод, я не пойму, чем-то регулируется интенсивность потока, напряжение по одной фазе. Он регулирует по напряжению, это важно. Работает только от переменки, от постоянки пробовал, он не фуручит. Что-то там не получается. Внутри есть предохранитель, то есть защита от короткого замыкания, хороший модуль. Я его уже, по-моему, даже спалил. То есть предохранитель работает, все хорошо, меняется. Вот, регулировать интенсивность, вот, это на полную светится. Ну, на камеру ярко, а если так посмотреть, это не очень. В жизни не очень ярко светит, но это есть и побочный эффект, так сказать, этих инфракрасных обогревателей, именно на галогенных лампах. Сильно в пределах, в некоторых, есть высокий свет. Ну, как днем, допустим, этот свет не будет нам никак мешать ночью, да. Ну, вот это я вот на половину ставлю сейчас, потребление у него получается сейчас где-то 150 ватт, на половине 125. Так, 250 полное потребление его. Ну, и жарит он сейчас, конечно, прилично. То есть, ну, вот такая якость, я не знаю, мне это оптимально для обогрева и для освещения, не знаю. Ну, освещение тут нету такой цели, глобальной. Так, электрокамин, можно сказать, он такой, как примин, греет. Можно исполнить в форме камина там как-нибудь декоративно, и будет красиво и тепло. Отражатель я снизу не использую, уже сколько, месяца два, я его гоняю. Такой обогреватель. И сзади на ДСП он хоть и нагревается, сильное отлучение, ДСП-шка не выгорает. То есть, как вот сейчас убавлю, можете видеть, там есть потемнение за лампами, но это вот максимум. Высоту я взял, ну, небольшую сейчас приложу. Приложу, сколько тут. Ну, как видите, около полтора сантиметра примерно от доски на поверхности лампы. То есть, небольшая. Тем не менее, ничего не выгорает, охлаждается все. Ну, вот так вот, в лежачем положении это может и будет выгорать. Но я его использую в подвесном положении. То есть, я тут специально вот прикрутил такой кусок проволоки. Снизу ножки сделал, ну, как ножки, вот, саморезы накрутил и пойдет. Ну, чтобы использовать в стоячем положении. Потому что, если сюда положить кусок железа железный, тоже на подставках, лист с этим излучением, тепловым и световым, он будет, ну, в зависимости от расстояния, иметь разный нагрев. Ну, я пробовал, уложил поменьше конфигурацию, в четверть делал на галогенных лампах, на маленьких. Он у меня при расстоянии 5 мм от поверхности лампы нагревалось маленькими галогенками до 100, не соврать, 150 с чем-то, да. 150, 160 градусов нагревалась железячка. То есть, вот, шестянка, которую я ложил поверх. Ну, как, сушить ботинки, еще что-нибудь, это вообще идеально. Ну, как берцевые сапоги, они просыхают. Я их постирал, они просыхают, ну, за 3 часа, дай бог, они чуть полностью сырые, они высохли. Так, любые ботинки после улицы зимой придешь, так поставишь. Лучше любой батареи жарит, высохнет за час, за пол. Для чего я шестянку эту прикрутил? Ну, обычная шестянка от пива, на один саморез хватит. Для того, чтобы когда я вот подвешиваю ее на стену, я покажу. Сейчас повешу, наверное, покажу. Ну, вот, собственно, повешил я ее на стенку. И для чего? Для чего эта железячка? То есть, у нас 6 трубок нагреваются, они сами греются, естественно, у них. Они нагревают воздух, и теплый поток воздуха, горячий, я бы сказал, не теплый, тут уже кипяток, видите, последовательный нагрев от нижней лампы тут. Хороший идет. Сейчас замерим температуру. Ну, вот. Сама же здесь очка. Ну, вот, чуть повыше прицел сбит. Ну, вот она уже нагревается до 100 практически градусов. И вот этот, все эти 100 градусов мне неприятно подогревали моющим контроллер. Снизу я его не хотел устанавливать, но как-то у меня вот так вот эстетично лучше сверху. Хотя и снизу тоже можно, тогда вообще без этой вот шелупень ее можно использовать. То есть, вверх ногами перевернуть. Ну, я вот так вот сделал. Мне так удобнее, никто не сильно, ни дети тут ничего не будут играть, ни прыгать. Сама спираль нагревается тоже довольно хорошо. Тут, это она практически на минимуме, ну, вот 170 примерно градусов. О, проскакивала, 180. То есть, сама спираль хорошо нагревается. И неизбежно потом нагревается до такой же температуры и сама вот стеклянная эта трубка. Так что, тут идет как и световое излучение, инфракрасное, тепловое, фотоном тебя греет, светом, теплом. Так и непосредственно еще и плюс тебе добавляется теплого воздуха. Не знаю, мне показалось это экономично, энергоэффективно. Собрал я, видите, из хлама. Провод взял скреплять, я не знаю, я не стал покупать эти клипсы, или как они называются, зажимы специально к ним продаются, к этим лампам. Просто провод 4 квадрата медный, жесткий довольно, мне понравилось. Согнул его на саморезы, воткнул, все, лампа зафиксировалась, она немножко шевелится, но это не суть. Ну, на запитку, на подсоединение, тут вот тоже какой-нибудь медный провод. Хватит полквадрата любого, ну, тут квадрат потребления 250 Вт всего, провода не греются холодные. У меня тут 0,75 квадрата, вот, нашел сам, штекер не помню, чего уже. То есть, вот он, не греется, провод холодный, поверьте нас, вот, 250 Вт чего там, лампочка в сортире. На кухне лампочка примерно так же свечится, старая, потребляет столько же. Неплохой вариант, лучше его использовать, конечно, вот так навесным, если планируете обогревать там большие площади, там комнату, еще что-нибудь. Потому что непосредственно ходишь по комнате, сидишь, и греет непосредственно всю комнату, освещает, обогревает вот этим излучением. И греет кожу, то есть я хожу, сейчас у нас ночью довольно прохладно становится, осень на дворе скоро, да и вообще, думаю, хожу без футболки, окно открыто, прохладно, кислород, свежий воздух и тепло. Воду обогревать, ну, такой, тема не получится от розетки, можно сделать потом другим способом, покажу, как надо будет индукционную плитку и холодным током. То есть там не холодный ток будет, а высокий ток, высокая частота и низкое напряжение. Можно этими же лампами потом будет попробовать сделать обогреватель воды, но это уже в других видеороликах. А так, посчитайте. Лампы эти будут гореть очень долго, у них при номинальном режиме работы там 2000 с чем-то часов горения, а тут у них используется 1,6 мощности на максимуме, да и не всегда я их на 1,6 гоняю, то есть вечная лампа получается, обогреватель вечный, считай. Ну, про интенсивность излучения, что могу сказать, ну, у меня вот тут вот расстояние от него 2,5 метра, даже чуть побольше будет. Вот я около окна буду стоять, стою даже вот уже, за спиной полметра, и ощущается тепло на коже вот именно от этого света, сам поток. свет нагревает кожу. Излучение безопасное, безвредное, я уже 2 месяца почти его гоняю, то есть ничего, я не знаю, такого не случилось со мной за это время. На, на, чего, включаю, тут вот на кровати лежу напротив, вообще замечательно. Греет, мягкий теплый свет немножко, комнату освещает, спать никак не мешает, ну, так на минимум поставил. На камере это, конечно, поярче выглядит, в жизни это не так ярко, то есть все. Мягко, тепло тебя обогревает, кислород, сам воздух не сушит, плюс нагревает, вокруг тебя предметы, пространство. Воздух она, как таковой, сам не греет. Замечательное решение, советую для сборки.